Итак, народ, всем привет! С вами на связи Андрей Марков и в этом видео мы поговорим о том, как рисовать натуральные реалистичные волосы. Это была, наверное, одна из самых запрашиваемых тем у меня на канале, поэтому я постарался этот урок сделать максимально полезным, понятным, информативным и доступным для вас. Как всегда, мы начнем с теории, во второй части видео будет практика. В общем, не будем затягивать, мы начинаем! Для того, чтобы нарисовать реалистичные волосы, вы должны понимать и уметь показать две важные вещи. Первое – это форма волос, и второе – это их фактура. Начнем с формы. Волосы, как и любой материальный объект, имеют определенную форму. И основная сложность заключается в том, что вот эта вот форма волос, она может быть очень разнообразной. Из-за того, что существует куча всяких разнообразных причесок, и, как правило, вот эта форма, она очень сложная. Как же быть в этой ситуации? Какой бы сложной ни была форма прически, она состоит из отдельных прядей или локонов. И строится вот этими самыми локонами вокруг какой-то формы. Чаще всего, это форма головы. И когда вы рисуете волосы, вам нужно прежде всего увидеть глобальную форму, то есть форму прически в целом. И затем форму отдельных локонов. И все это показать с помощью светотени и тонов. Теперь, что касается фактуры, и почему я ее выделил в отдельный пункт. Дело в том, что многие люди, у которых не получается рисовать волосы, не учитывают два важных момента. Во-первых, это то, что волосы имеют блестящую поверхность. Это особенно хорошо видно, если они освещены каким-то контрастным источником цвета, и если они темные. Как, например, на вот этом портрете. И второе, это то, что поверхность у волос неоднородная, потому что она состоит из кучи отдельных волосков. И вот это все тоже нужно учитывать и уметь показать. Как это делается, я уже покажу на детальном рисунке, который чуть попозже начну рисовать. Но для начала хочу провести для вас маленький такой инструктаж. То, что сейчас я буду показывать вам, это тот способ, как я сам рисую волосы. Насколько хорошо или плохо я это делаю, вы сейчас можете оценить по фотографиям моих работ. Перед просмотром практической части урока я бы посоветовал поставить на паузу и посмотреть ролик про светотень. Если вы его, конечно, еще не видели. Еще хочу сказать, что вот эту часть видео вы также можете воспринимать как туториал по рисованию волос. Хотя это не совсем так, потому что все те рекомендации, которые я вам дам, будут абсолютно универсальными. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать. Мы приступаем к практике. Итак, передо мной лист формата А3. Если вы будете повторять рисунок за мной, то лучше выберите формат поменьше, например, А4. Потому что на нем получится, с одной стороны, сделать хорошую детализацию, и с другой стороны, вам не надо будет тратить много времени на то, чтобы сделать работу. И первым делом я намечу контур головы, контур внешней прически, ну и окружение, например, плечи. И теперь я начинаю рисовать локоны волос. Кстати, вот эту работу я рисую не абстрактно, а с конкретной фотографией. Кому нужно, я скину эту фотографию на свою публичную страницу ВК, там вы ее можете найти и скачать, если это вам нужно. И для того, чтобы начать наносить тон, нам нужно определиться, откуда будет падать свет. В нашем случае он падает сверху и немножко справа. Исходя из этого, я уже буду начинать наносить тон. Сразу говорю, что делать это нужно целиком, сразу, а не по отдельности прорабатывать какую-то отдельную прядь. И движениями по форме вот этих прядей я начинаю наносить штриховку, как бы расчесывая отдельные волосы. Сейчас на видео вы можете хорошо увидеть, как я делаю штриховку волос. Чтобы вы лучше могли разглядеть процесс, я не стал ускорять эту часть ролика. И обратите внимание на то, как я держу в руках карандаш, какие движения им делаю. Это все, конечно, мелочи, но эти мелочи очень сильно влияют на итоговое качество рисунка. Подробнее о том, как я рекомендую штриховать, вы можете посмотреть в ролике по штриховке, который есть на этом канале. Для тех, кому интересно, всю работу я веду карандашами твердости 4Б. Вы, в принципе, можете использовать другие карандаши. Я так делаю, потому что у меня просто сейчас под рукой нет других карандашей. А вот этой твердости 4Б вполне достаточно, чтобы сделать целиком весь рисунок. Итак, у нас идет первый этап работ по нанесению тона. На этом этапе основная задача в целом наметить форму прически и прядей. И задать основу для фактуры волос. Именно для достижения этих целей мы, как я уже говорил, наносим тон отдельными линиями и штрихами. И не зацикливаемся на проработке какой-то одной пряди волос. А работаем одновременно над всем рисунком. Все это вы сейчас видите на экране. То есть, я сейчас поработал над верхней частью прически. Наметил цветом те пряди, что находятся в самом верху. И теперь постепенно начинают двигаться вниз. В рисовании волос есть один очень положительный момент, который облегчает жизнь многим художникам. А именно это то, что волосы не требуют такой высокой точности во время рисования, как, например, лицо. Поэтому не стоит переживать, если вы не очень точно будете копировать изображение с фотографии. А здесь это не принципиально. И более того, вы можете даже добавить что-то от себя. Сейчас я перешел к рисованию пряди с правой стороны. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что на этом этапе я не вырисовываю детали. А просто как бы цветовыми пятнами намечаю пряди прически и ее форму. Кроме самих волос, в этом рисунке я нарисую еще и плечи, шею и тени вокруг лица. Это нужно, чтобы рисунок выглядел более красивым. Как раз сейчас я начал намечать левое плечо. Здесь тон тоже намечаю штрихами по форме плеча. Но в отличие от штриховки волос, здесь штрихи нужно постараться сделать очень плотно и максимально аккуратно. Первые слои штриховки готовы, но пряди не очень сильно выделяются друг от друга. Поэтому я сейчас усилию цветом самые темные части прически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завершаю этот этап работы над рисунком растушевкой. Для этого возьму в руки чистую ткань и аккуратными движениями, практически не надавливая на ткань, я растушую графит. Сейчас растушевка нужна нам для того, чтобы по-быстрому заполнить цветом промежутки между штрихами. Это можно сделать было и штриховкой, и тушевкой, но растушевка сэкономит нам время. Начальный этап работы над рисунком закончен. Сейчас работа выглядит бледно, невзрачно, но ничего страшного в этом нет. Так и должно быть. На следующем этапе работы все эти недостатки мы устраним. И у нас будет три основные задачи. Это усилить контрастность рисунка, детализировать его и добиться плавных переходов цвета. А за счет всего этого работа будет выглядеть красиво и очень натурально. Итак, начинаю работу с того, что с помощью теней я сильнее обозначу границы между прядями. И сами пряди сделаю более детальными и прорисованными. Все это не так сложно, потому что прическа уже обрисована, и у нас есть фотография, к которой можно обратиться, если что-то станет непонятно. Я по-прежнему работаю над рисунком в целом, не останавливаюсь очень долго над каким-то одним элементом. Такой прием позволит видеть рисунок в целом. И вам легче будет понять, где добавить света, где сделать светлее. И в итоге вы потратите меньше времени на работу. Что ж, наши волосы добавили немного контраста, стали более проработанными, прорисованными. Теперь мы добавим еще больше контраста и решим еще одну задачу. Нам нужно сделать переходы цвета более плавными. Для этого сначала ластиком-клячкой высветлим блики и самые светлые части волос. И пройдемся по рисунку растушевкой. Благодаря такому приему мы немного сгладили переходы и заполнили цветом промежутки между штрихами. Остается завершающий этап работы, на котором я сделаю этот рисунок еще более контрастным, добавлю ряд мелких деталей, исправлений и прорисую окружение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас, друзья, прокомментирую то, как я рисую окружение. То есть это плечи, шею и тени от волос на голове. Кое-что мы уже наметили. Начну рисовать с плеча. Я хочу сделать его более аккуратным и натуральным. Для этого тушевкой сглажу штрихи и сделаю более темный тон. Обратите внимание, что левая часть плеча на фотографии более темная. А желательно это тоже показать на своем рисунке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я перехожу к теням на лице. Обозначу их легкой штриховкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И перехожу к теням на шее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С окружением мы закончили. И сейчас хочу показать вам один интересный момент, который многие новички выпускают. Дело в том, что волосы, особенно женские, на голове не лежат сплошной такой как бы шапкой. Какие-то отдельные волоски обязательно будут торчать. И если их нарисовать, что я сейчас и делаю, то это будет дополнительный плюс к вашей работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, рисунок практически готов. Осталось сделать последние правки, чем я сейчас и займусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, вот такой рисунок. Рисунок у меня получился. Надеюсь, что и у вас тоже все получится. В реале на этот рисунок у меня ушло около двух часов. Так что не думайте, что у вас получится вот это все нарисовать по-быстренькому. Как и обещал, в следующем видео мы поговорим о том, как рисовать голову, о строении головы. Также хочу сказать, что на канале есть масса других полезных уроков о рисовании разных частей лица. Тем, кто не видел, обязательно рекомендую посмотреть. Ну а я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам хорошего настроения, творческих успехов и до новых встреч на канале. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова